Повторяю, что сегодняшнее чтение в субботу, на утренном. Евангелие от Матфея 9, 18, 26. 22 стих. Иисус сказал, «Дердачья, вера твоя спасла тебя», говорит женщине, кровоточивой, которая стылилась и прикоснулась. Я на тему дерзновения уже говорил. Сейчас хочу с другой стороны подойти. Дерзновение, дерзай, привело именно к спасению. Иногда дерзновение бывает на художе. Он имел такое дерзновение, что встал, а скользил царя прямо в лицо. Так говорит книга на Кавейской писательстве. Здесь говорит дерзай. Слово дерзать означает «будь смелым». В чем? Если бы до этого она стояла и волновалась, смелась, то ли подойти, то ли прикоснуться, да что будет, да как, тем более женщина с кровотечением нечистая, ей не надо нигде быть, тем более прикасаться, это вообще. Ну ты подойди, кто-нибудь говорил, дерзай, тогда вы поняли. Но когда исцелилась, чего дерзать, то все позади. Вам бы сказал, если Господь, блаженна ты, что у тебя такое дерзновение, а он говорит, дерзай. Что она дерзала, да. Но что говорит Господь для будущего, это естественно, для прошлого чего говорит дерзай, когда она уже показала это дерзновение. Я тоже это впервые исследую и увидел. А в чем же дерзай? Господь неоднократно говорил, исцелил и говорил, и никому не говори. Наступил момент, когда теперь идите и возвестите с крыш. Закон дерзая относится к тому, чтобы она другим рассказывала. И я это сейчас на Священном Писании постараюсь открыть. Тебя Бог исцелил, а отныне возвещайте везде. Какую милость Бог оказал вам здесь, возвещайте. Что вы получили на прошлой неделе, запишите. Я постоянно вам напоминаю, ведите хоть небольшие дневники. Это совсем не трудно. Милости Господню вспоминай, считай, все их до единой, сердце сохраняй. Вспомни, как он дима наделил, удивляться будешь, что он совершил. Это баптистский салон называют они, поют. А сколько в нем заложено. Вспоминай, да и считай. А еще считать будешь, когда ты к вечеру уже забыл. Записывать надо. Мне Бог дал понятие, это я вам больше сорока лет веду дневник каждый день, даже в тюрьме. И вынес из лагеря, где бумажку не вынесешь, я вынес. Вынес и дома в свои дневники так и записал. Деяния Хапостолов. 23 глава, 11 стих. Говорит так. Следующая ночь, когда с апостолом Павлом сгущилось, что допрос явился ему Господь и сказал, держай, Павел. Там говорит, держай, женщина. А дальше ничего не сказано. Теперь, говорю, так Павлу, а что происходит за этим? Говорит, ибо. Запомните все. Как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, держай. У тебя в прошлом была грика держать Павла. Ты смотри, засвидетельствовал кому? Все начальники узнали? Первосвященники услышали? Держай. Так надлежит тебе свидетельствовать время. Черт, дерзновение-то доказать еще не надо. Дерздаю, запитаю. В чем выразилось? Свидетельствовать проповеди. Я убеждаю вас. Будьте дерзновенны. Где бы вы ни были, свидетельствуйте. Говорите людям. Ну, научитесь говорить о любви Божией. Научитесь свидетельствовать. Ну, даже ничего не происходит. Обыкновенно с тобой, какой день хороший. Как Бог дает? Не по грехам наших. Все. Бог поможет. Ясно дело, без Бога ничего нам не сделать. Он сам сказал, что я не могу. Все, уже договор начался. Здравствуйте. Вы здоровье-то дарите так Бога. Бог все дает. Он же изнадавец наш. Ну, хоть одно слово. Даже ни одного слова. Молчали, ты уже говоришь о любви Божией. Будьте дерзновенны. Наша миссия в этом не заключается. А у нас можно сказать, как ты молчал, потеряешь. И в почту поедешь. Ты там точно так же молчи. Нам сгадают, не давали такую. А в России как будто все покрыто было этой заповедью. Ты где обратился? С тобой. Ты молчал, в тайгу забейся, чтобы никто тебя не слышал. А ты где? Я обратился в Россию. Иди на фронт, замолкни, чтобы тебя не слышно было. Ну, то нужно, чтобы в другом на проте не пошло. Какое же тут дерзновение-то? Будь дерзновенный, залезь в подземную, закройся и сиди. Там новый рой. Пещеры. Дальние, ближние пещеры. Пещерное христианство. Мы совсем не знаем дерзновенного апостольского христианства. Я же ничего нового-то не говорю совершенно. Книга Гавалаха, не экономическая. 4 глава, 5 стих. Написано так. Дерзай народ мой. Памятник Израиля. Слова непонятные как будто. А он, этот народ, был памятником всему миру. Это, есть такое выражение, мальчик для битья. На нем мучают других. Одного бьют, бегают свои, чтобы чужие боялись. И Господь бил, убил этот Израиль, а все народы трепетали. А если со своими так поступают, то с нами что будет? И называют памятник Израиля. Как бы ни наказал нас Господь, написано, никогда не отворачивайся. Целуй любящую и бьющую его десницу. И далее 4, 27 говорит. Дерзайте, дети, и взывайте к Богу, ибо о вас вспомнит тот, кто навел, это на вас. Как бы сильно нас Господь не наказал, дерзайтесь, снова приступайте к Нему. Как бы далеко ты не ушел, вставай. Люди спрашивали из-за того, смутя уже третий раз отлученный из-за один и того же греха. Да сколько же раз, он сколько пал, столько и вставай. Да где этот конец, а ты не греши. Не греши, но все-таки знай, отчаивать это дело сатаминское. Иванов 4, 30. Какая книга, дерзновенный был пророк, друг пророка Иеремии. Я думаю, от него он набрал за этого. Дерзай, Иерусалим, даровавший тебе имя, утешит тебя. Тебя как звать? Андрей? Дерзай. Слово Андрей означает храбрый. Чтобы даровавший тебе имя, утешит тебя, оправдай это имя. Будь храбрым, мужественным. Тебе как? Николай? Это значит победитель. Побеждай грех, раздражительность. Побеждай страх перед людьми. То есть все недоброе, побеждай. Мнение людей ложное, побеждай. Смотри, какие слова Господь говорит. Каждому из нас твое имя, узнай, как перевод. Господь, даровавший тебе имя, поэтому называйте детей, как принято в православной церкви, не по самоприхоти. А называйте все-таки... Смотрите, календарь, как было бы. Я не за то, чтобы резкие имена придумать, но есть эти имена. Почему мы? Прихоти свои. И тогда нам придется тебе оправдать это имя. Вот мое имя, я родился в этот день, и в этот день уже к вечеру знали, как я буду называть это. Там было еще и имя Иннокентий. А рядом Евтеихий стоял. Вот. Мне дал дедушка Теретий, беспокойность их наставник, такое имя. Я с этим именем прожил. У меня никогда не было мысли переменить твое имя. А старший брат был назван Самуил. Какое имя прекрасное. Пророк первый Самуил. Он пьяно напьется, да если бы дед был живой, я бы своими руками задолвил его за это имя, которое я дал. Он везде говорит, меня звать Семен. А с ним так Самуил еще растет. Имя надо оправдать. И вот он говорит, дерзая женщина, чешет, вера твоя спасла тебя. А о вере написано в Библии очень много, а о спасении. А вера и спасение вместе, чтобы соединились, очень немного. И я эти места решил показать, что, где и какая вера конкретно приводит ко спасению. Премудрый Соломон, премудрости книга 5 глав 1 стих говорит так. На суде Божьем. Праведник с великим дерзновением встанет перед лицом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его. Он с великим дерзновением встанет, тот человек. Вот если здесь не хватало мужества по каким-то причинам, то там все переменится, будет по-другому. Праведник будет смел, а самый смелый, нечестивый, будет трусливый и жалкий. И он смелый перед ними встанет. И он за того, говорит, на небе явится крест. Тысячи краски, аж и солнца. И только три причины почему так. Во-первых, возвестить, что следом за знаменем идет сам царь. Второе. Когда воскресным, чтобы дерзновенно верующие стояли, не боялись, потому что рядом без Божьих, убийцам встанет. А на убийц бешит страх на весне. Чтобы все нечестивые дорожали. Вслед за знаменем царь идет. Вот такая причина, почему на небе явится знамение Сына Человеческого. В Деяниях Апостола 2 глава 29 стих говорится. Мужайтесь, братья, дабы позволено дерзновением сказать о правстве нашем Давиде. Опять дерзновение. А в чем? Сказать. Евреям сказать, что Давид-то сгнил. Понятно. Ну а просто сказать, сгнил. Ну ясно, что и вон там. Но сказать, да Давид-то провонял. Убью сразу за это. Хотя-то все соответственно. Говорит, да будет дерзновением позволено сказать. Сказать. Почти все места писания, где призраются к дерзновению, дерзновение выражается в языке. В свидетельстве. В смелости сказать. А потом считаем Деяние 28-31. Проповедуя Царствие Божие и урча о Господе со всяким дерзновением. В чем дерзновение? А он всем рассказывал прямо о Христе. Что Христос конец законом. Что быть евреем сегодня нет никакого преимущества. Это нужна была великая сила, дерзновение. Потому что за эти слова 40 киллеров наточили ножи и не ляжем спать, пока его не дорежем. Пить и есть не будем, пока не уничтожим. Послание к Ефесянам 6-19. Павел просит, чтобы молились о нем. Видимо, силы у каждого человека до определенной точки доходят и начинают стоять на месте или ослабевать. А врать на себя. Он говорит, молитесь о мне, дабы мне до нового слова устали моими с дерзновением возвещать тайну благопествования Его. Все дерзновения опять. Чтобы возвещать тайну до великой смелости. А тайна заключается в том, что Иисус всех призывает. Он любит и русских. Он любит татар. Если бы человек смирился, принял его верою. А что такое вера? Он говорит, честь. Вера твоя спасла тебя. И вот вера и спасение. Иаков 2-4 говорит так. Что больше, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? А какие дела? Да тут просто понятные. Дела милосердия. Дела смирения, кроссовские воздержания. Я снова об этом говорю. Если Ефесянам возвестил, что через три дня вы не придетесь строить, а своими домами занимаетесь, своими кокосами, я отниму все у вас. Я отмучу вас общество, вы будете выброшены. Вы сгорите, вы измерете, ничего не будет. И Израиль боялся этого. А почему так строго? А по другому нельзя. Наверное, всегда был слабый. Ты ослабел, ты сказал, что ты слабый. Проси прощения, и первое, среди понедельник. Обложи все дела. И скажи, что же, я просто расслабел, такие слова-то нехорошие сказал. Господи, прости меня за зверность. Дай мне до разновения подойти и покаяться. Пересвещение, подри делами своим, и подтверди. Некоторые в храм не приходят. Вот он говорит, иди в храм, но все будет в это время. И так и здесь. Трудить для общего блага. Это общая работа. Это просто необходимо. В храме-то мы стоим, но эти далеко не все одинаковые внесли сюда векцию труда. А перед Богом молитва за устроителей. Псалмопелец, Давид 77-й Псалом 22-й стихи говорит так. И о том, что Бог их карал за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Надо веровать в Бога. Что если я пойду, у меня ничего не остановится. А сегодня ступила, ступила, сорвав, будешь лежать. Все хозяйство, как и пойдет. А придают сегодня, наверное, на переподготовку возьмут и не вернешься в Чечню. И хозяйство будет, и жена, и ребятишки все вырастут. Война наступила, ушли все на кровь. Поля обрабатывались. А ведь это не год, не два. Вот победа-то была. Смотрите, сколько об этом писали. Что перетерпели женщины. Без мужа никуда. Еще подобного. По пять, по шесть ребятишек на руках были и все подняли. Подняли. Конечно, бедность была, трудность. Но чего за маленько прикидываете. Прийти день-два, уже прям какая-то паника. Уже прям настроены. Ну, просят, что я не приду. А мы были, учили здесь, мы ходили. У нас отец одногуки был. Неграмотный. А в школу приходили дрова пилить. И чтобы оказаться, то я даже не слышал такого. А здесь, ну что, дерзость. Это не дерзновение. А ты, наоборот, выступил с дерзновением соседу, брату, сказал, который не идет. Пойди к нему и скажи, как же так. Наши дети учатся. Самая жаркая погода. Трава высохнута. Да и как же по-другому-то. Даже говорить-то не о чем. Я говорю об этом, потому что это показывает... Не в том направлении мы уже идем. Совсем. Значит, это говорит о том, что спать будем. Что молитвы настоящей нету. Я тебя с ценностью осудил, чтобы на коленях сегодня уже приполз. Да, 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 господи, какие же я слова-то... Не умные это, дерзкие это сказал. Я тебя просто благослови, детей благослови, скотину благослови, да и примером ты будешь. Вы наоборот узнавайте, где общая работа. Пруды некоторые не хотели прудить, мы прудили. Твой труд там есть? Да, теперь смотришься и рыбачишься. Это общая работа, они необходимы были Израилю. Нам необходима была работа защититься от врагов. Я сколько времени потратил, ходя в краевую администрацию, в краевой прокуратуре, сюда. Сколько я там пробыл, чтобы вот эту границу-то отодвинули-то. Вот рядом-то. Чтобы эти скотины-то в Котчинской здесь не было. Ведь речь-то идет о сотнях посещений. Я должен выстоять очередь, добиться время приемного, пойти, получать ответ, писать. Брат тут постоянно помогал, работал, составлял документы. А все это перед Богом. Сейчас живем спокойно, чужая скотина, не бронясь по деревне. Это перед Богом. Евангелист Марк 16, глава 16 стих, увязывает слово спасение и вера. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, не будет спасен. И это относит к каждому действию. Не только к тому, что там, но неверным малым, как можно быть верным многом. Если ты неверным земном, то кто тебе доверит небесное? Ты все время ищи, где? Я вам хочу сказать, как нам приходилось. Мы посещали Бабкистер. И у них объявляют, что там у нас бабушка, живет такая-то, ей нужно перекрывать крышу. Объявляют, это конкретно я рассказываю. Ну и что? А во сколько, говорят, в 10? Я помолюсь и приду туда к ней в 6 утра. Все подготовлено. Бабкистер приходит, а я уже давно на крыше кижу, у меня строитель, половина крышу разобрал. Так они по сегодняшний день вспоминают. А мне это ничего не стоит. За что это стоит тебе? Одно удовольствие. В связи с чужих меня тели застут. А они волосные, а у нас пост. А мне легко сказать им было. И они против, что ничего не скажут. Потому что молодой, прыгал, бегал, все, помогал, больше тащил. Да ты знаешь, какой памятник ты оставишь детям. Ты тоже здоровый, ты твои тащили. Тебе не говорить об этом, я не приду. А поздно, дорогой. Иван Денис Мука, 8 глава, 12 стих, говорит. Когда человек слушает, а в мыслях другое, то дьявол уносит слова из сердца того, чтобы оно, чтобы люди не уверовали и не спаслись. Вот спец. Это не просто так. Это дьявол уступляет. Как начинаешь говорить слово, мертвым сном спец. Это дьявол. Он приходит и носит. А задача какая? Чтобы не спаслись. Если я тебе что сказал, про школу ты это не принял, дьявол у тебя украл. И в понедельник не придешь под разными причинами. Дьявол украл. А в конце окажется, ничего и нет. Только жил для своей выгоды. Это и клеймер для своей выгоды. Так и останется. Останет священная деятельность. Апостол Петр, ревностный, дерзновенный человек был. Смелый. Не умолк, в мою полю. Никто этого не сказал. Он спорил со Христом. Довольств этого не будет. Какой все-таки он для дерзновенной-то? И Господь его не ответил. Его даже называют Церковь Первоверховным. Хотя это не евангельское название. Бог видел его пламенное сердце. И уж к Христа не досиделся. Я иду, ловить рыбу. Даже тут ему не судится. Рыбак какой. Поэтому Бог и дай ему такую святую, забросил на всю вселенную. И он говорит, 1-9. Достигая, наконец, верою вашей спасения души. Вера и спасение. Держай, чем вера твоя спасательная. Я специально по Библии проверил, где вера прямо обещает спасение. Только верою. Подтвержденный делами. Римом 10-9. Если устами твои будешь исповедовать Иисуса Господу и сердцем веровать, что Бог воскресил его измерзвы, спасешься. Веровать и говорить. Ефесянам 1.13. В нем и вы, то есть и вы, услышав слово истины, благорестовавшего спасения, и умеравши в него, запечатлены обетованным Духом Святым. Это Ефесянам упишет. А мы можем принять себя. Услышав слово истины, которое дерзновенно Павел проповедовал. И во втором послании Тимофея 3.15 говорит так. Ты с детства знаешь Писание, которое умудрят тебя на спасение. И когда Господь сказал этой исцеленной женщине, дерзай щель, вера твоя спасла тебя, это был только еще первый шаг. Тут еще немножко и над Христом будут смеяться. Когда он приходит, а ушел к дочери, которая болела, она умерла, и смеялись над ним. И смеялись и над этим, конечно. И если там написано было дерзай, то эти же слова относились и к отцу умершей дочери. Дерзай, он говорит, только веры. И поэтому, если у нас где-то не хватает веры, даже в житейских делах, если я буду, а у меня так, дерзай, брат. Бог селину крепить и сделать все по-другому. Более так человек день и ночь работает, ничего не может. А другой мало сели, немного забросил, вытащил из сети полные переполняются рыбы. Почему? Бог благоволил к нему, и все дела его устроил. И блаженна эта женщина, которая с верой приступила к Христу. И она для нас сегодня является примером. Аминь.